Привет, друзья! Подписчики мои! Вы знаете, я долго думал и пришел к выводу, что не с тобой я начал канал. Вы знаете, вообще в целом и Блейды, и аппараты, и хватайки, и все. Надо было мне в 2012-м снимать Майнкрафт, то есть кому-то покупать биткоин, а кому-то снимать Майнкрафт. С Майнкрафта поднялись очень многие люди, очень много хипанули, то есть контора сделала настолько крутую игру, что подарила крутую жизнь многим людям, которые вообще никак к Майнкрафту, то есть типа не относятся, не продвигают его, не продают, ничего. Просто кто-то играет в Майнкрафт, собирает миллионы просмотров, а кто-то собирает конструктор, собирает миллион просмотров. Я не отношусь ни к тому, ни к другому, потому что мне искренне Майнкрафт не нравится, и в Лего мне Майнкрафт не нравится тоже. Мне не нравится эта идея покупать набор кубов с какими-то странными непроработанными фигурками. То есть, естественно, кто-то скажет, плюс в два раза дороже, чем обычно, вот, кто-то мне скажет, что ты ничего не понимаешь, я с вами соглашусь, я ничего не понимаю в мире Лего и вообще в целом, вот, но иногда на мой канал залетают наборчики Майнкрафт, я знаю, что вы это любите, вот себе в очередной раз заказал Майнкрафт, который, на мой взгляд, мне показался весьма интересным и недорогим, учитывая то, что оригиналы сейчас тут каких-то безумных колоссальных денег, то это можно купить в пять раз дешевле, поэтому я вам расскажу, где его купить, а потом продолжим его расстаковать. А заказать фигурки, игрушки, брелки из популярных игр вы можете на сайте магазина Апрельский, на Азоне, в адресе и у них на сайте, естественно, все ссылки для вашего удобства и описания к этому ролику, на этом сайте можете покупать все, что угодно, бейблейды, выигрушки, вывернушки, посмотри, огромные прекрасные арены, чемоданчики Бравл Старс, отличный магазин, ссылочки все, естественно, в описании к этому ролику, прям сейчас переходи и что-нибудь себе закажи. Конструкторов здесь тоже полно, надо просто чуть-чуть поискать, бейблейды, пузырьные машины какие-то, Бравл Старс фигурки и не только. Друзья мои, ссылочка в описании к этому ролику. Приступаем, приступаем, на самом деле, правда, интересно, у нас тут, потому что есть дракон, черный большой крутой дракон, есть фигурка фермера с луком, есть фигурка, видимо, это Алекс или Стив, наверное, Стив, есть фигурка скелетона с такими длиннющими ногами, ну и, конечно, две овцы и фигурка, а, я думал, это фигурка, деталька, а это просто нарисовано, ну ладно. С другой стороны показано, это ферма поля битвы, что это, непонятно, фирма у нас, значит, вот такой вот тенк, ну просто, знаешь, что писать название, а вот там фирма, мне можно конструктор, где там танк нарисован, вот типа того, да. Зачем, зачем, кому нужны эти названия, это все осталось в прошлом, что нарисуем, зачем, вот Apple, да, зачем писать слово Apple в названии, нарисуем яблоко, вот, смотрим, о, слушай, честно, я ожидал меньшего, деталей реально много, вы посмотрите, какой здоровый пакет, ну и, в принципе, сам набор весьма большой. Так, а он, естественно, не подписан, поэтому Кирюша будет мучиться и страдать, и, ну, ничего страшного, все ради вас, все, все, все ради вас. Так, давайте посмотрим, ну, слушай, ну, вот, ну, о, какие классные детали крыльев, ребята, это что-то с чем-то. Слушай, на самом деле, вот, я поражаюсь Майнкрафту и Лего в том числе, и вот, ну, реально набор визуально маленький, тут что тут делать, то что тут вставить, а по факту, вон, посмотри, сколько, сколько много элементов. Обалдеть, и наклейки есть, наклеек нету, хотя, вот тут написано щип, но это же явно наклейка, где наклейка? Где-то в инструкции должна быть, но я что-то пока не вижу, ну, ладно, надеюсь, что мы найдем наклейку, может, где-то в этом. А может, это вообще принт, я не знаю, может, принт. О, ребятки-ребятушки, ну, ладно, я погнал собирать, а вам приятных пяти секунд. Ну что ж, дамы и господа, добро пожаловать в мир Майнкрафта. Как я и говорил, наборы Майнкрафта представляют из себя просто набор деталей, которые продаются за очень дорого. Как будто бы просто ребенок зашел в мастерскую, в творческую студию Лего и создал что-то вот такое. С одной стороны, работает принцип Лего, что, как бы, творить может каждый, можете собрать из подручных материалов все, что угодно, даже такие простые самоделки. Но как будто не хочется покупать простые самооделки, понимаешь? Одно дело, когда у тебя много деталей, ты, как бы, ребенок не можешь скреативить, но какую-то такую штучку можешь построить. Я когда работал в детском городе инструктором, часто приходили дети, играли, собирались, строили вот типа вот этого. Приходили родители, восторгались, причем бывало даже взрослые дети строили типа этого. Но это ладно, это лирика. Но одно дело, когда ты ребенок и сам такое собираешь, другое дело, когда тебе такое продают. Причем были бы детали побольше интересных, а максимально простые и неинтересные детали. Что с Майнкрафтом не так, я не понимаю. Покупать оригиналы за те деньги, что продает, ну, Лего магазины, то это вообще перебор. Здесь подешевле, по скидочке, если вы очень любите Майнкрафт, ну, набор вот такой. Что тут скажешь? У нас есть загон, это оказалось не наклейка, а принт, это радует. У нас есть открывательный элемент, который открывается не сильно далеко. То есть, вот он, максимум его. У нас есть фонарь, цветок, дерево, аптека, горшок. И вот тут еще костер. Причем интересно, что остались детальки, ну, много. И вот эти вот коричневенькие, как будто надо их куда-то поставить. Было бы по инструкции, но в инструкции такого не было написано, поэтому они лежат рядышком. Дальше у нас есть мини-фигурки. У нас есть, на самом деле, прикольный, интересный скелетик, у которого одна рука прямая, другая полусогнута. Это весьма интересное решение, сделан прикольный скелетик. У нас есть фермер, фермер с луком, фермер улыбака такой, который доволен своей жизнью, что ему дали лук, что он сейчас пойдет постреляет. Не знаю, в кого, в овцу или в курицу. Могли бы хоть мишеньку поставить ему, иначе для чего лук. Но, видимо, он отгоняет призрака от этого лагеря. Кто играет в Майнкрафт, напишите, пожалуйста, что он делает. Знаешь, так смешно бывает смотреть обзоры некоторых людей, которые не разбираются в том, что снимают. Ну, типа там про, снимает человека Мстителей, ни разу их не смотрев, да. Ну, допустим, вот у меня такая же история. Вот я снимаю то, что ни разу не играл. Ну, такое бывает. Я как бы смотрю суть набора. Если мы, наверное, в игре, там как-то это все дело обосновано. Ну, для меня, вот, для родителей, которые не играли в Майнкрафт, а ребенок просит. То есть, у меня в детстве была тема. Мне очень нравились фигурки такие 15-сантиметровые. И там были у них машины, динозавры какие-то, индейцы какие-то, там, туземцы, полиция, бандиты. И прикольно, играть нравилось. И там была мифическая такая эра. Там была такая крепость в виде черепа с музыкой, с фигурками, все. Я у мамы, когда это очень просил, я говорил, мама, ну, пожалуйста, ну, там вот крепость, она вот музыкальная. Ну, пожалуйста, купи, купи, купи. Мне, конечно же, не купили. Но там было хотя бы что обосновать. Я мог объяснить, что я буду в это играть. Что тут? Типа, мама, там есть прикольный набор Майнкрафт. Значит, есть фонарик. Вот эта вот штучка есть. И горшок. Так, получается, я должен как-то это обосновывать. Но, не знаю. Вот такой вот у нас есть скелетик. У нас есть скелетик. У нас есть вот такой вот Стив. У него меч. У него топор. У него каска. У него латы. Такой бронежилет. Ну, вот. Прикольно. Не, по фигуркам прикольно. Разве что давайте вот этого парня поставим в загон. Нет, давайте мы как будто бы мы поймали этого скелета и поставим его в загон. Во. Ну, и главные действующие лица, естественно, в этом прекрасном волшебном наборе. Это у нас вот такие вот овечки. Овечки, видимо, одна побольше, да, побольше. Может быть, это брат с сестрой. Может, мама с папой. Может, мама с ребенком. Может, просто друзья. Не знаю. Но вот такой вот есть. А может, шматко с донилюком. Вот. В чем суть? Что по качеству у меня претензий нет. Все сделано хорошо. Кто любит Майнкрафт по таким дешевым ценам, конечно, покупайте. Вот. Кто не любит Майнкрафт, покупайте что-нибудь другое. Там выбора в магазине полно. Вот. И я сейчас еще покажу вам еще дракона. Вы думаете, я про него забыл, что ли? Нет, не забыл. Дракон. Вот он. Дракон прилетел. У-у-у. Борь, какой у него хвост. У-у-у. У-у-у. У него крылья, которые, по идее, должны бы махать. Но они не махают, они просто вставляются и все. У него есть три головы. У него есть прекрасные три головушки. Вот. Вот такие вот ножки. Ножки. Вот такие вот они у него ходят куда-то. Куда-то он направляется. Направляется вдаль, видимо. Такой. Не знаю. Больше похоже на волка, как будто бы, чем на дракона. Но сделано, в принципе, довольно-таки неплохо. У него есть двигающиеся головы. Открывающиеся рты. Крылья. Большие, крутые крылья. Интересно сделано. Прикольно. Есть, конечно же, опять же, таки хвост. Ну и, наверное, все. Что сказать? Набор. Вот такой набор. Вот такой у нас мир Майнкрафта. Надеюсь, ролик вам понравился. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. В комментариях напишите, что думаете касаемо данного набора. С вами был лучшедущий я. Всем удачи всем. Пока-пока.